Новая разработка для диагностики астмы. Погода в Казани снова удивляет. Как обмануть детектор лжи? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. Объявлен конкурсный отбор на назначение стипендий правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики во втором семестре 2023-2024 учебного года студентам, обучающимся по очной форме и специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень утвержденной распоряжением правительства РФ. Стипензия будет назначаться по результатам зимней сессии 2023-2024 учебного года. Астма – одно из наиболее распространенных заболеваний дыхательной системы, которые затрагивает все возрастные группы. Несмотря на то, что это хроническое заболевание можно успешно контролировать, оно остается серьезной проблемой для миллионов людей по всему миру. Именно поэтому приоритетом в медицинских исследованиях является выявление астмы на самых ранних сроках. Про это в нашем сюжете. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание органов дыхательной системы, которая может поражать людей любого возраста. Астма вызывает с воспалительным процессом и сжиманием мышц вокруг дыхательных путей, что приводит к затруднению дыхания. Как правило, астму диагностируют, выжидая стадию обострения болезни, когда проявляются ярко выраженные морфологические симптомы. Поздняя диагностика снижает эффективность и результативность лечения. Поэтому существует острая необходимость разработки способа более достоверной диагностики астмы на ранних этапах. Облегчить диагностику и начать вовремя лечение недуга смог научный сотрудник Казанского федерального университета Булат Ибрагимов, который разработал способ определения болезни с помощью ПЦР-теста. Существует острая такая проблема, это диагностирование атопической бронхиальной астмы. У нее есть много разновидностей, у нее есть как средняя, тяжелая, легкая степень тяжести, есть такие понятия, как им много болезни, зависимые, им много болезни, независимые. Но дифференциацию и определение заболевания, точнее формы заболевания, уходит многое количество времени. Вот здесь чем стоит острая необходимость в ранней диагностике. Такая диагностика ранее была невозможной из-за недостатка знаний механизмов LC3, ассоциированного фагоцитоза, одного из видов программируемой клеточной гибели, которая в том числе изучается в научно-исследовательской лаборатории иммунопатологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Существует такая проблема, как поздняя диагностика атопической бронхиальной астмы. Это обусловлено тем, что для постановления правильного диагноза нужно выждать стадию обострения, то есть определить, какая конкретно степень тяжести у больного и подобрать правильное лечение. Но тем не менее, врачи иногда бывают, допустим, ставят пациенту среднюю тяжесть заболевания, а у него на самом деле в этот момент уже тяжелая. И тем самым принимают не те препараты, которые стоило бы принимать, и тем самым утягощая болезнь. То есть, к примеру, средняя была у него, и мы поставили другую форму, и она уже обострилась до тяжелой. Проект был представлен в рамках программы «Умник», проводимой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В направлении АХ4 победу и одержал младший научный сотрудник кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии Булат Ибрагимов. Работа также была оценена грантом в размере 500 тысяч рублей. Программа «Умник» участвует очень много студентов, аспирантов, молодых ученых, но тем не менее, их работы имеют очень большой задел, но у них есть, как скажем, недоработки в плане коммерциализуемости. То есть, многие научные работы имеют научный задел, но также упущен факт, что нужно это правильно коммерциализовать. Все эти инновации создают надежду на более эффективную и точную диагностику и лечение бронхиальной астмы. Технологии будущего позволяют индивидуализировать подход каждому пациенту и обеспечить максимальный контроль над заболеванием. Такое развитие медицины открывает двери для создания новых лекарств и методов лечения, а также повышает качество жизни миллионов. Татьяна Упаева, Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости. На Казань внезапно для жителей обрушилась метель, которая превратила дорожные движения в самый настоящий хаос. Плохая видимость, скользкие заснеженные дороги, с которыми у коммунальных служб нет возможности справиться, стали катализатором множества аварий и заторов. Чтобы безопасно для себя и других участников движения передвигаться в такую погоду, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут добраться из одной точки в другую, не сделав попутную остановку в больнице. Подробнее о предстоящей погоде и способах комфортной езды во время снегопада узнаете далее в сюжете. В Татарстан пришел мощный снегопад. Непогода значительно усложнила дорожную обстановку по всему региону. Из-за метели и обилия осадков в некоторых регионах республики были перекрыты федеральные трассы. Непростая ситуация и в Казанском аэропорту. Самолеты либо не могут вылететь из столицы республики, либо наоборот прилететь. Такие погодные условия тесно связаны с пришедшим на нашу территорию западным циклоном, который принес с собой теплый воздух, воздействующий на снежную массу. Действительно мы оказались во власти циклона, активного циклона, который пришел к нам с запада, с Атлантики. Именно он к нам закачивает вот эту вот теплую и влажную воздушную массу. Это воздушная масса, которая согрета теплыми водами Южной Атлантики. И сейчас у нас температурный фон, конечно, превышает климатическую норму по температуре. Говоря об осадках, с этим циклоном связаны атмосферные фронты. И именно они уже вторые сутки приносят нам осадки в виде снега. Кроме того, при прохождении атмосферных фронтов наблюдается усиление ветра, что в сумме дает нам вот такую низовую метель, сильную низовую метель, которая ухудшила видимость до 500 метров и менее. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Ауходеева, в ближайшие сутки погода позволит горожанам отдохнуть от метели, ведь Казань будет во власти небольшого барического гребня. Поднимется атмосферное давление и осадков не ожидается. Однако к выходным характер погоды сменится на циклонический. Осадки в виде снега и мокрого снега и изменение температуры на близкую к климатической отличная возможность выйти на зимнюю прогулку с семьей и друзьями. Тем не менее, радоваться заранее не стоит. Уже к выходным погода снова приблизится к нулевой отметке. По предварительному прогнозу, с начала следующей недели мы опять ждем некоторое похолодание. Таким образом, вот эти температурные качели будут сопровождать нас в ближайшую декаду. Стоит отметить, что ближайшая декада прогнозируется с аномалией примерно на 2 градуса выше климатической нормы. И напомню, что климатическая норма для этого периода составляет минус 10 градусов. Для многих автомобилистов зима является просто кошмаром, особенно когда начинаются многочисленные снегопады. Больше всего непреодолимых трудностей при управлении автомобилем в зимнее время испытывают, безусловно, водители-новички. Но даже опытные не любят это время года по определенным причинам. Именно это и является важным основанием для соблюдения ряда правил, способствующих безопасности на дорогах. Особенно это касается тех автолюбителей, которые имеют малые навыки вождения. Первое, что я пожелаю водителям автомобилей, особенно неопытным, новичкам, отказаться в такой погоде от езды на автомобиле по городу или даже за городом. Если нету навыков, то лучше подождать. Подождать, когда очистят дороги, посыпят реагентами, и тогда уже будет возможность ездить более безопасно. Если же поездка все-таки необходима, нужно учесть тот факт, что скорость подготовки автомобиля к дороге, скорость потока и условия видимости обязывают водителей запастись терпением, а как следствие закладывать больше времени на поездку. Также важным фактором является необходимость в плавности движения на всем протяжении маршрута и снижение привычной скорости. Это касается как поворотов и искривлений полос, так и движения по прямой. Торможение и старт просто обязаны быть плавными, чтобы не уйти в занос и не помешать другим участникам движения. Следующий совет – это плавность хода. То есть вот это сочетание тормоз, газ, сцепление должны быть очень плавными. Если резко тормозить или резко газовать, то автомобиль будет пробуксовывать, его может заносить в сторону. Поэтому плавность движения во время поездки. И последним условием становится способ остановки транспортного средства на стоянку. Внимательно следует следить за тем, куда ставить автомобиль. Под крышами и навесами увеличивается риск схода снега и льда, что может стать причиной прихода транспортного средства в негодность. Существует также определенный ритуал, который необходимо соблюдать уже после остановки и во время стоянки. Не следует оставлять авто в состоянии, не близком к температурному режиму. Как следствие, это станет причиной наледи и более длительной подготовки транспортного средства к поездке на следующее утро. Когда вы припарковались, рекомендуется сравнять температуру воздуха в автомобиле с температурой воздуха на улице. Ну, приблизительно поближе. То есть не оставлять тепло в автомобиле, потому что вы закрываете автомобиль, идете домой, домой снег начинает падать и он начинает к теплым стеклам прилипать. И таким образом образуется наледь и на утро опять сложности. Таким образом, соблюдая все правила, можно даже в самую сильную метель и практически нулевую видимость добиться полной безопасности на дороге, не помешав другим участникам движения и сохранить свою собственную жизнь. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. Наверное, каждый из нас в детстве сталкивался с ситуациями, в которых приходилось скрывать правду. Например, разбитую вазу, съеденную коробку конфет или двойку по математике, о которой никто не должен узнать. Но если раньше это все держалось на доверии, то во взрослой жизни используются специальные устройства, определяющие, врет человек или нет. Одно из таких – полиграф. В каких областях он используется и за счет чего определяется правдивость информации, узнаете в следующем сюжете. Детектор лжи уже давно перестал быть чудо-прибором из детективов. Его применяют в силовых структурах, госучреждениях и на предприятиях. С его помощью расследуют служебные и уголовные преступления, выявляют добросовестных кандидатов на рабочее место или выводят на чистую воду супругов. Есть даже шоу, специализирующиеся на этом. Стоит учитывать, что полиграф определяет не ложь, а уровень стресса человека. К телу испытуемого крепится множество датчиков, фиксирующих резкие изменения реакции в организме. Основные из них – артериальное давление, ритм дыхания, учащение пульса и потовыделение. Человеку задают конкретные вопросы, и в случае изменения психофизиологических показателей регистрируется ложный ответ. А если его организм будет вести себя в пределах нормы, то это засчитается как правдивое утверждение. Полиграф регистрирует целый комплекс физиологических показателей, таких как электроэнцефалограмма, кожногальваническая реакция, электрокардиограмма, плетизмограмма и так далее. И все это делается с целью определить динамику эмоционального напряжения человека. Полиграф в основном состоит из трех устройств. Первое – датчики, с помощью которых контролируются и получаются данные о психофизическом состоянии организма человека. Второе – электронно-вычислительная машина, чаще всего ноутбук или компьютер, который производит записи и обработку полученных данных. В дальнейшем она переводит полученную информацию в аналоговый код и передает ее на выводящее устройство. Чаще всего применяется осциллограф, принтер либо экран монитора. По результатам анализа данных полиграфолог сообщает о проявлении истины или лжи со стороны вопрошаемого. При этом реакция человека может быть совершенно неизменной, без смены выражения лица и отвода глаз или движения частей тела. Человеком проводят собеседование, и в ходе этого собеседования наряду с нейтральными задают вопросы, которые и составляют предмет соответствующей заинтересованности исследователя. И, соответственно, по характеру физиологических реакций, которые сопровождают эти ответы на самые разные вопросы, можно судить об эмоциональной реакции человека и в какой-то степени о том, насколько искренне он отвечает на вопросы. Но в работе с полиграфом возникает ряд трудностей, которые заключаются в том, что проверяемый помещается в непривычные для себя условия. Весь процесс напоминает медицинское обследование, из-за чего может возникать дополнительный стресс, который полиграфолог должен заранее выявить и ослабить, чтобы не были изменены показатели. Иногда специалисты, работающие с детектором лжи, стараются сделать так, чтобы не нужно было ставить датчики, проверяемый даже не предполагал бы, что его вообще испытывают. Надо понимать, что сама процедура вот такого собеседования или допроса, она сама по себе может быть очень неприятна для человека, которого обследуют. И возникающие по ходу этого физиологические сдвиги, они будут отражать эмоциональную реакцию человека не на вопросы, которые ему задают, а на саму процедуру обследования. Однако важно отметить, что детекторы лжи не являются абсолютными, они могут допускать ошибки. Основные факторы, которые могут повлиять на точность результатов – нервозность физического и психологического состояния тестируемого, а также опытность человека, который делает проверку. Полиграф – полезный инструмент для раскрытия правды и предотвращения мошенничества, но он требует профессионального подхода при использовании и в лучшем случае сочетании с другими методами для подтверждения результатов. Карина Саяхова, Найля Хананова, Даля Файзулина, Универ Новости. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова